Коля Людмила, руководитель общественной организации «Инициатива Пенежья». Общественная организация «Инициатива Пенежья» зарегистрирована в конце 2014 года. Деятельность началась с 2015 года. Я бы хотела отметить, что деятельность началась при поддержке Центра социальных технологий «Гарант». Они были теми людьми, кто нас сопровождали, кто помогали нам в становлении, и кто до сих пор оказывает нам консультативную, вообще любую помощь. Мы постоянно сталкиваемся с какими-то ложными установками, которые имеют место быть, и вот чаще всего с ними происходит какая-то проблема. Например, все считают, что если реализована какая-то инициатива, то она должна быть вечная. То есть если вы что-то сделали, оно должно продолжаться, работать и работать. Но мы четко сейчас понимаем, что инициатива может быть конечна, инициатива может затухнуть, и надо быть готовым к тому, что эта инициатива может просто оно не стать. То есть какой-то проект может иметь длительность всего полгода, год. То есть не обязательно ждать, что это будет на всю жизнь, и там будет дальше работа. Надо четко понимать, что люди уходят из команды. Команда может сформироваться одна, на каких-то этапах у людей меняется жизнь, Они уезжают, переезжают, меняются их установки, взгляды, интересы, и ситуация может сложиться так, что вы можете остаться совсем другой командой. То есть постоянно надо привлекать людей в деятельность, это сложно. И мне кажется, самая распространенная такая установка, что надо делать все для того, чтобы молодежь оставалась в деревне. Я считаю, что этого делать вообще не надо. Надо делать так, чтобы молодежь гордилась своей территорией, готова была вкладываться в эту территорию. И даже уезжая отсюда, становясь экономически независимыми, успешными, они могли приезжать на свою территорию и делиться своими знаниями, опытом, тем, что они уже нажили и наработали. То есть территория должна давать те корни и должна давать именно те опоры, которые помогают человеку становиться более успешным. Если говорить о пожеланиях новичкам. Самое важное – это люди. То есть надо формировать команду, надо работать с людьми, надо реализовывать не только свои идеи, но и искать идеи других людей, которые им интересны. Если вы хотите быть ресурсным центром, то вы должны найти инициативные группы и команды, которые будут реализовывать свои идеи, а не ваши хотелки. Мне кажется, это самое важное. Ну и, конечно, должна быть поддержка власти, надо налаживать отношения, ну и не только с властью, надо налаживать отношения со всеми инициативными людьми и активистами на территории. То есть с любыми людьми. Все.